Женщины калмыкии играют важнейшую роль в процессе усиления этнозащитной функции культуры своего народа, восстановления и возрождения памятников истории, литературы, фольклора, бытовых художественных народных традиций. Недаром есть калмыцкая поговорка «Девушка – это родник нации». Кочевники к женщине относились подчеркнуто почтительно, с уважением. Женщина-мать сравнивалась с образом матери-земли. Культ матери был безграничным. Женщина-мать обладает девятью добродетелями, светлая чисто душой и телом. В делах мастерица, любящая и заботливая мать, аккуратная и чистоплотная хозяйка, супружестве опора мужу и верная жена, уважительная и почтительная к старшим, доброжелательная ко всем окружающим. Оберегает себя от пяти основных скверов. Не соблазнять мужчин, не завидовать другим, не поддаваться плохим помыслам, не быть жадной, не заниматься пустым ненужным делом. Эти качества прививались девочке в семье с детства. В силу разных обстоятельств калмыки в своем этнокультурном развитии далеко отошли от своих монгольских истоков. Во многом вмешательства России, такие как Гражданская война, сталинские репрессии, несли сильные изменения в этнокультурную систему. Калмыков, как представитель немногочисленного народа, беспокоят, что вследствие кардинальных преобразований общество, ассимиляция приведет их к исчезновению. Поэтому они пытаются сохранить свою этническую идентичность, свою самобытную калмыцкую культуру. И в этих процессах особую роль выполняют женщины, ибо они хранили и передавали этнические и религиозные традиции, поддерживали межродственные отношения. Социально-экономические преобразования в стране и их последствия оказали существенное влияние на изменение роли и статуса женщины в различных сферах жизнедеятельности современного общества. Вместе с тем, несмотря на солидное количество научных изданий по женской тематике, в большинстве своем исторических и этнографических недостаточно работ, исследующих участие женщин в современных этнокультурных процессах. Данная проблема не стала предметом специального изучения калмыцким ученым. Практически отсутствуют труды, где рассматриваемая тема анализировалась бы с позиций социологической, психологической и философской наук. Рассмотрим основные роли, выполняемые женщинами в однокультурных процессах региона. В первую очередь они формируют этническую, национальную идентичность, воспроизводя этнические и культурные границы между своими и чужими. У калмыков женщина-мать истари пользуются заслуженным авторитетом, определяют общий духовно-нравственный настрой в семье. Именно она является первым и часто главным воспитателем детей, передавая им многовековой воспитательный опыт своего народа. Следующая функция заключается в том, что женщина обозначает этнические, национальные особенности в форме символа национального единства. Так иначе ее образ становится важной идеологемой, призванной консолидировать членов группы. Прежде всего это образ родины матери, которая является первоосновой всего. В одной из калмыцких пословиц говорится «родина как мать родная, а чужбина словно мачеха». У каждого народа в течение столетий вырабатывалось особое отношение к материнству, как к важнейшей духовно-нравственной ценности, достойной почитания и прославления. В народном творчестве воспит образ матери, ее духовные и человеческие качества прежде всего доброта. Калмыцкая пословица гласит «как у человека мама, так у реки родник». В патриархальном обществе калмыков мужчине была отведена роль главы семьи, ее защитника и кормильца, а женщине – хранительнице домашнего очага, матери и воспитательнице детей. Женщина наслаждается домашней жизнью, а мужчина – походной жизнью в дороге. Для женщины муж, мужчина – эрни – драгоценность. Он – предмет поклонения, и это отношение прививало с женщиной с детских лет. Однако у калмыков не было такого обожествления мужа, какое имело место в Индии. Не было и строгой изоляции женщины. Женщина у калмыков была полновластной хозяйкой дома. Все, что выходило за пределы домашнего быта, являлось прерогативой мужчин. Радикальная смева гендерных ролей в первые годы становления советской стороны происходила драматично. Как, например, кампания по снятию чадры в Средней Азии и камзола в калмыцких степях. Камзол – элемент женской одежды, который стягивает грудь девочке с юных лет, мешая развитию грудных желез. Модернизирующее общество, в отличие от традиционного, ориентирует представительниц прекрасного пола на самореализацию. В профессиональной деятельности больше, чем в семье. В современной культуре женщина выполняет более широкий спектр социальных ролей. Она – представительница конкретной профессии и продолжительница человеческого рода. В настоящее время женщины не только матери и домохозяйки, но и работницы, которые наравне с мужчинами вовлечены в экономическую и политическую жизнь общества. Современная калмычка – образованная, целеустремленная, энергичная женщина, которая самостоятельно принимает важные решения в своей жизни. Активно участвует во всех общественных сферах. В калмыцком обществе женщины претендуют на лидерство семьи и стремятся сделать профессиональную карьеру не менее ревностно, чем мужчины. Традиционно за мужчинами и женщинами закреплялись определенные сферы деятельности, виды социальной активности. Мужчины заняты в системе управления, в производственных сферах, а женский труд представлен в непроизводственной системе образования, культуры, медицины, социального обеспечения. Проанализируем вклад представительниц прекрасного пола в двух главных институтах этнокультурной идентификации системы образования и культуры. Роль женщин-калмыки в процессе этнокультурной идентификации общества неоценима. Под этнокультурной идентичностью понимаем осознание индивидуумом группам своей принадлежности к конкретной обществе, к основе разделяемой культуры, осознание и психологическое переживание этого единства. Подавляющее большинство работающих в сфере культуры республики составляют женщины, и чаще всего руководителями учреждений в этой сфере на поселковом, районном, городском и республиканском уровнях являются представительницы слабого пола. Женщина руководит деятельностью Национального музея республики Калмыкия, главного хранилища культурного наследия Калмыкии во главе Национальной библиотеки имени Амура Санана, крупнейшего информационного и культурного просветительского учреждения республики, также стоит женщина. Гордость библиотеки составляет фонд редких и ценных книг, раритетных изданий XVII-XVIII веков, представляющих большую историческую ценность, памятники старокалмыцкой письменности. Директором Элистинского училища искусств, единственной в республике кузницы кадров системы культуры и искусства, является также женщина. Музыкальное, хореографическое, театральное, декоративно-прикладное художественное образование училища ориентировано на калмыцкие национальные традиции. Из стен училища вышло более 3000 специалистов, что позволило укомплектовать профессиональными кадрами детские и музыкальные школы, школы искусств, художественные школы, пополнить коллектив ансамблей, песни и танца, оркестров, хоров и других творческих коллективов. Своей деятельностью выпускники, заслуженные и начинающие, воспитывают у зрителей и учеников интерес к культурным ценностям калмыцкого народа, формируют у молодого поколения историческую память, уважение к наследию прошлого, стремление участвовать в возрождении и сохранении самобытной культуры калмыков. В институциональном отношении современная профессиональная духовная культура складывается из многих составляющих – творчество, музыкальных деятелей, художников, писателей и поэтов, журналистов. Далее рассмотрим вклад женщин в развитие музыкальной культуры, декоративно-прикладного, изобразительного искусства калмытий. Представить современную калмыцкую музыку без песен Улан Лиджиевны, Валентины Горяевой, Валентины Ильцарановой невозможно. Ибо в их пении заложена вся красота степных просторов, мудрость и величие народа. Улан Лиджиева, первая народная артист Калмыцкой ССР, она оставила богатое песенное наследие. Многие ее песни, ставшие народными, не перестают и никогда не перестанут покорять слушателей своей искренностью, глубиной чувств, задушевностью. Трудные годы сибирской депортации, калмыки после трудового дня изнурительной работы на лесоповале собирались у Улан Барбаевны. И слушали калмыцкие песни, которые помогли им выстоять, не сломиться. В этих песнях была скрыта несокрушимая сила духа народа. Другая певица Валентина Горяева является первой из калмыков, кому было присвоено звание Народной Артистки России. Ее творческая жизнь – это целая эпоха в истории калмыцкой песни. Ей, как никому другому, удалось донести до слушателей все богатство народных песен «Утыдун» – протяжные песни без музыкального сопровождения, и «Ахрдун» – куплеты под аккомпанемент «Добры». Валентин Горяева является Народной Артисткой Калмыкии, кавалером Ордена Дружбы Народов, лауреатом Государственной премии ИК СССР имени Гордовикова, почетным гражданином Республик Калмыкия. Валентину Инцеранову, также Народную Артистку России, ласково называют «степным жаворонком» за ее высокий, чистый, с переливами голос. У нее богатый репертуар самых разнохарактерных произведений – музыкального народного творчества, которые в своей красе показывают силу и красоту калмыцких песен. Многие песни, исполненные певицей, стали популярными, среди них «Эджин Дун» – «Песня о матери», «Харада» – «Ласточка», «Степной жаворонок», «Элистинский вальс», «Песня дочери степей», «Калмыцкий чай» и многие другие. Татьяна Ивеева – композитор. Своим творчеством вносит огромный вклад в развитие искусства Калмыкии. Основу ее музыкального творчества составляют песни на стихи калмыцких поэтов, музыкальные спектакли на основе авторских текстов и сценариев. Ивеева является автором книги из 60 песен на стихи калмыцких поэтов «Хонхацицик», «Колокольчик», цикла музыкально-литературных пьес, сказок на экологическую тему «Кто разбудил весну», «Розовый тюльпан», «Детский остров в океане», в музыкально-философской новелле «Бокшурга», рассказывающей о животном мире Калмыкии. Татьяна Ивеева создала мюзикл «Бамбетсисгасе» «Тюльпану» – фильм-сказку о степных цветах, включенных в международный проект по защите окружающей среды, где она является одновременно и композитором, и оператором, и сценаристом. Ее музыка пронизана мыслью о том, что надо жить в единении с природой, ведь окружающий мир – общий дом не только для сегодняшних, но и для будущих поколений. Остановимся на анализе роли женщин в развитии таких видов профессиональной культуры, как декоративно-прикладное изобразительное искусство, которое выступает в качестве культурного символа народа, неся традиционные особенности его художественного мировоззрения. Женщины-рукодельницы наравне с мужчинами оживляют этнические традиции, осмысливая и трансформируя их в условиях современной жизни народа. Руками мастериц реконструированы ремесла, издавли бытовавшие у кочевого народа, художественная обработка войлока и тканей, кожи и кости, шитье, вышивка и аппликация народного костюма, представляющая кочевой скотоводческий быт калмыков. Калмыцкие мастерицы также создают разнообразные сувениры из дерева, металла, камня, ювелирные изделия, произведения из серебра, серги, браслеты и кольца. Известный далеко за пределами республики в развитии калмыцкого изобразительного искусства важное место занимает творчество художников-женщин Евсеевой, Бадмаевой, Нуровой, Манжеевой, Васькиной, Сангаджиевой и других, которые последовательно идут от монографической фиксации исторического эпизода до монументального обобщения судьбы народа. От статики фиксированного изображения к динамике творческого осмысления бытия. В русле этих поисков калмыцкие художницы в своих произведениях расширяют этническую картину мира. Система образования Республики Калмыкия также является основным институтом этнической социализации, который выставляет эффективную систему культурного возрождения. В большинстве своем она представлена педагогами-женщинами. Именно они создают условия для наилучшего восприятия элементов этнической культуры, формирования национального самосознания у молодого поколения. Их педагогическая деятельность направлена на передачу подрастающему поколению уважения к языку и культуре, знания традиций, опыта жизни этноса. В том, что в Республике наблюдается растущий с каждым годом интерес школьников и молодых людей к изучению истории и культуры народа, своей малой родины – большая заслуга учительского корпуса. У калмыков древнего кочевого народа одним из основных элементов культурной традиции являются календарные народные праздники, связанные с хозяйственной, трудовой деятельностью и приуроченные к временам года. К зимнему или летнему сонсостоянию. В настоящее время многие калмыцкие традиции, трансформировавшись, нашли свое яркое воплощение в праздниках, обрядах, искусстве, фольклоре, этике и не утратили своего значения в морально-этическом кодексе народа. Испокон веков калмышки занимались воспитанием детей, и, следовательно, именно они хранили и передавали национальные и религиозные традиции. Женщины активно участвовали в подготовке и использовании семейных календарных религиозных обрядов. Борджанов считает, что изучение культурного феномена, каковым является обрядовый фольклор, позволяет заполнить имеющийся пробел знаний древних постов, без чего невозможна подлинная картина жизни и атмоса. Благодаря женщинам сохранены различные виды традиционной культуры, приготовления различных видов борциков, праздничного чая, мясных блюд, подарков для всех членов семьи и родственников. Они передают детям знания о ритуалах и обычаях, их смысл и значение в жизни человека, народа. Поэтому среди калмыцких этнографов и краеведов немало женщин, которые своей деятельностью не позволяют бесследно исчезнуть богатейшему культурному наследию предков, который является важнейшим фактором сохранения этнической идентичности. Знаток фольклора, заслуженный учитель Российской Федерации Альзиева считает, что устное народное творчество обогащает внутренний мир людей, повышает их интеллект, развивает ум. В 2007-м она подготовила пособие «Калмыцкие народные традиции» на двух языках. В данной работе во всем многообразии представлены традиции, обычаи калмыков, сведения о быте старинной кухни, поверье, приметы, благопожелания, особенности, взаимоотношения к калмыцкой семье и многое другое. В 2011-м году вышла в свет монография молодого исследователя Шараевой «Обряды жизненного цикла калмыков XIX – начала XXI века». В этой работе рассматриваются обрядовые комплексы жизненного цикла калмыцкого народа. Родильные, свадебные, похоронно-поминальные, безусловно, книги Альзеевой и Шараевой необходимы в жизни современных калмыцчик, которые, несмотря на свою занятость, остаются хранительницами не только домашнего очага, но и в целом элементов традиционной культуры, выполняя главную роль в социализации подрастающего поколения. Эти издания позволяют молодым мамам, молодым бабушкам приобщаться к этнической культуре калмыков, воспитывать почтение к заветам и традициям предков, стремление к поддержанию обычаев, принятие и признание детьми тех ценностей, которые присутствуют в современной калмыцкой культуре. Чтобы крепкой была семья, воспитай мужчину, чтобы крепким было государство, воспитывай женщину. С уважением, команда канала ZAN Online. Команда канала ZAN Online благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо. Благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил. Реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео. С уважением, Максим Циденов.